всем привет сегодня хочу вам показать вторую часть видео которое я снял у александра как вы поняли он хочет работать верхнем слое грунта для того чтобы не ковырять его глубоко и не терять влагу то есть здесь из разговора этого фермера и других фермеров с которыми мы там встречались они работают похоже что-то на технологию псинского то есть они обрабатывают верхний слой 23 сантиметра кто-то работает вендер штат карьера для того чтобы еще подровнять поля кто-то работает только пружинной бараной штригельной бараной для того чтобы создать этот мульчирующий слой дабы удержать влагу но также сама основной основное назначение этой штригельной бараны это все-таки распределение остатка потому что даже при условии того что хозяйствах есть свои комбайны а будет еще одно видео с хозяйства там где нету комбайна они нанимают их у них они не могут добиться хорошего распределения половый салон и это в их них экстремальных условиях когда дефицит влаги не позволяет им получать качественные всходы поэтому основной элемент у них обработки почвы это все-таки штригельная барана кто-то работает один раз кто-то работает два кто три раза но тем не менее основную работу выполняет штригельная барана с толстой пружиной поэтому напишите свое мнение может ли быть наутил с использованием штригельной бараны для того чтобы решать вопрос распределением остатка либо это все-таки не можно называть наутилом это технология в синского либо какая-либо другая технология но тем не менее это технология которая дает в их зоне свой результат и как вы поняли они стремятся еще раз повторюсь к минимальной обработки почвы но все же обработки поэтому ставим закузенец вверх и комментируем ячмень по пшенице дело в том что почему ячмень по пшенице потому что вот в таком прошлом году мы получили 5 200 в среднем по такому посеву ячмень по пшенице вот солома и она вот здесь вот наутил у нас здесь не было обработки была только штригельная барана вот и вот здесь вот мы для этого говорим вот это вот будет работать у нас тогда когда когда здесь вот она будет пуститься вот так вот будет пуститься ну и сейчас вот будет так разложиваться здесь вот будет защищенный от солнца от испарения эти рассеяние будет забирать а вот здесь вот вот здесь вот здесь по правилам наутила здесь около 8 процентов разделанной земли даже не 8 здесь 6 процентов всего лишь два с половиной сантиметра а здесь 35 а там 16 процентов 4 сантиметра идет ну разделка она но потом она все равно соединяется надо после этого сам что я вам сейчас покажу сделал она разделу всего лишь разворачивать короче эти передние диски не работает как очистители ряда только более чуть-чуть более агрессивно доходя до самой до самой почвы настоящей почвы которая уплотнена чтобы убрать вот этот многолетний мы поэтому и масса была большая и у нас не выравнивая поля были на спорте сейчас не более здесь 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 сам пассив вот пассив был двенадцать четырнадцать пятнадцать числа 150 гектаров октября ноября 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 12 12 13 14 вот посев мы тоже хотим чтобы она распустилась весной вычерки у меня проблемы с этим нету это было 15 12 12 14 ноября еще неделю назад мы смотрели здесь еще этих еще было где-то процентов 20-30 некоторых некоторых растениях будут 20-30 здесь тоже 90 килограмм очень густо будет ну ничего будем учиться сегодня мы еще не рискуем потому что нет уплотненного уплотненного и по волосному или как-то профсинскому с капиллярами грунта будем сменьшаться уменьшаться до 40 килограмм килограмм миллион и восемьсот тысяч почему маленькие потому что и в ямках снежок чтоб там не было это зимой то у нас нет маленький у нас большого снега нет но он его задувает таким образом что это все закрыто то есть первый снег закрывает а вот здесь смотри вот и вот здесь летом здесь летом до почти бывает аж почти до уборки влага под этими под чем больше соломы да там нету и корень идет сюда здесь как бы больше корень идет сюда мы копали он реально достает здесь я думаю что на 50 на 70 я думаю что если создать когда мы будем уходить он когда мы будем уходить более маленькую норму высева я думаю что растение будет более сильны они будут ну что не будет пуститься они будут доходить но не так доходят и за счет это очень часто тогда когда мы сели а если была глубина опять не будет просто потому что было чем а сейчас я вижу что это уже густо я думаю что не пуст да ну посев мы выждали выждали значит 8 числа здесь был обработка глифосатами я просто пол литра и 400 хочу понять пол литра и 400 то есть там мы были на пшенице то есть два дождь был 20 ноября да и здесь был 20 ноября да там пшеница раскучена ячмень не раскушена сели на две недели позже нет да там сели на 2 недели раньше там у нас там раньше здесь ради того о чем мы сейчас сказали мы и обрабатываем мини тильно и получаем я уже выру мы хотим получить почему раз . раз а здесь туда почему не потому что здесь . а почему не посели раньше где лобс и лобс и лобс убрать и лобс и другую в том числе и подальше не пшеницу тут том числе подальше но ночью так если осадков не было откуда взяться подальше . раз и не ну . если есть у нас не пшеница ну да тут был ячмень кстати еще многолетний ячмень пшеница не взошла пшеница была там начала только-только входить а ячмень старый позапрошлом году был ячмень четыре года три года назад был ячмень ну вам не страшно вот так загоняться злак по злак усеять не иметь проблемы с игилобсами пока мы не имеем проблем с игилобсами мы будем ее иметь уже на следующий год мы переходим я же вам говорю мы стремимся в этом году у нас 45 процентов в следующем году мы сравниться к 50 плюс увеличивать а зим их а зим их это рапс у нас кстати кто-то решил науки ли рапс плохо получается для того чтобы получать рапсы получать в начале августа когда когда есть вот этот дождик у нас в этом году он был 20 29 28 июля и неравномерно с той стороны он был с этой стороны его не было то есть мы уже эти колбочки уже не меряем колбочками прошел дождь берем бур и пошли по полю вот это поле рапса вот мы сейчас приедем с той стороны его меньше с этой стороны у нас было промокание колбочки нету берем бур и вперед ребята берете бур и тренируйтесь с этой стороны 15 сантиметров с той стороны 12 посередине 10 при стороны 6 вот брать потому что более 100 гектаров распределение мерах разные распределение влаги разное и и разный но должен быть подход под всем и поэтому мы сделали две силы стриптил уже у нас не работает почему потому что стриптил должен работать не все время объясняли кто маркетологи что именно достать вот именно вот так вот так достать что там достать если там ничего нет если там два метра сухо но нам раньше хватало допустим промокание 10-15 сантиметров чтобы запустить стриптильную серу а сегодня а там где-то было и 4 сантиметра я вам сейчас покажу и те поля но там тоже в сходы мы получили поэтому мы создали эту селку чтобы она более агрессивно заходила до плотность и чтобы не было контакта зерна с их соломой супер там вообще не было вот получить где-то точку расходы получить и чтобы нужно себя передавал там там два разных посева мы поехали поехали можем посмотреть где была семечка это второе поколение когда был срок посева срок посева здесь был середине августа сейчас скажу значит там мы начинали с 3 августа мы посеяли но но не было влаги как она может перерасти это кстати я вам хочу сказать смотрите на пшеницы мы сеяли по по подсолнечнику вы видели хоть один проросток подсолнечника это доказательство тому что не было влаги когда было тепло подсолнечник прорастает это яровая культура на простой плюс 7 она значит влага появилась после плюс 7 была влага только в конце августа и в начале в начале в конце июля в начале августа вот мы воспользовались то есть осев вот эта влага в августе вам дала возможность получить все-таки вскоре да 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 именно и потом дождались влагу уже в ноябре следующую да все здесь больше влаги не было сколько листьев было когда рапс ждал осадки следующие ну вот в какой фазе он стоял два три места тут доходило до 4 леча где-то даже до 5 листа мы здесь тибухонезол не работает то влагу августовскую вы эффективно использовать мы эффективно использовали самое важное мы тоже туда не заходили вот смотрите вот здесь вот она разработана вот почву буквально вот она четыре сантиметра мы туда не заходили дело в том что если зайдешь туда разрыхлишь этого всего не будет у меня есть вот более вы смотрели да вот все более есть а здесь уж в конце там изрежем почему потому что мы нарушили почву капиллярность почвы и все дело в том что 2 метров тот в начале видел я могу сейчас туда это же там была настройка селки мы сразу зашли там 8 сантиметров передний клык разрушили получили 100 процентов сходы но он там высох именно из-за того что мы разрушили почву то есть мы хотели там где-то доставать хотя с этой стороны у нас было я говорю возле села было около 15-16 сантиметров мы зашли на половину и она все равно где-то там выпадение процентов процентов 70 а здесь все семена они все остались то есть почему потому что он ввязался именно структурную почву структурной почвы доступной влаги больше это вы говорили на своих каналах хотя чуть-чуть чуть 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 где-то не договаривать или невозможно все сказать невозможно что сказать я хотел бы заметить именно этот вопрос что доступность влаги в рыхлой почве меньше из-за контакта корневой системы из-за контакта из того что там есть контакт им более доступны плотные плотные почву плотные почвы но структурируют вот это мы тоже здесь пытаемся так это вот стриптил но я-то называю ультра стриптил мы заходим всего лишь на 3 4 сантиметра передним и только только для того чтобы дойти до той почвы ну дальше вот рядочек он уже закрывается вот грубо говоря сформировать посевное ложе этим передним анкерам твердую подошву и на которую положите 7 значит если стриптил когда запахивать и работать на 20 сантиметров и доставать доставать эту почву то получается влагу да ну который там нету то получается это мы все разрыхляем мало того примерно 20 21 литр где-то вы когда-то в каких-то роликах говорили идет расход расход солярки здесь расход с половиной 7 скорость посева здесь 15-16 вот здесь уже вы понимали супер стриптиловской сел стриптиловской силу короче не разрешили пиловского фокуса получился анкерная сила не обработка и почвы впереди обработка на тоже острый 4 сантиметра но здесь смотрите она более грубо работает три четыре там на холме будет 7 8 ну понятно вот она не работает а та селка она работает именно на на этих на резинках и она работает четко отворачивать доходит до почвы убирает убирает по жниве многолетние по жниве и этого это вызова вендор штат переделал хорошо ведь осенью внесете газ а потом несете саш да от бессарабия один из лидеров вообще по 10-метровым этим штриги благодаря мне скажи какую задачу ты главный выполняешь это этим агрегатом распределение по жниве это раз второе если нету по жнивных осадков особенно углеродных углерод содержащих а если у вас еще увеличенные двудольные ну и все там широколистые стяжневые то то соответственно его не будет накапливаться поэтому при четырех тонах это мало соломы мы кроме соломой пользуемся еще пользуемся и самой мучей прошлогодних лет чтобы увеличить еще защитный слой какие вот эти вот диски сейчас говорю уже с технополем хочу эти диски убрать и поставить здесь монодиск впереди высевающий аппарат чтобы для покровных покровных здесь сразу шел диск он будет функцию здесь это копия смзури тоже такая стрельбильная формата катан навесные есть 6 метровые и но не очень дорогие а у тебя же есть монодиски с вандерштата есть часть этого есть но другие даже другие я хочу здесь просто высевающий аппарат и вот под каждый здесь чтобы сеять а ты наваривал да уже честно уже наварил сколько раз сколько раз ты проходишь по по полю по 1 1 1 1 1 день в день в день убор а саша ходит в два-три раза ходит он ходит 23 раза мы считаем его начнем должен подсказать два-три раза чтобы мульчая чтобы это переработала слома мы соломы для нас не не проблема для нас солома это деньги да это прошлом году я говорю это плюс одна тонна это серьезные деньги если мы это все превращаем в мульчу то она быстрее перерабатывается микрорганизмы сейчас зимой в осенне зиме весенний период и когда будет формироваться зерно тогда на соломы не будет вы это не был я только распределение возможно даже если будет больше соломы там по одной там с этого уберем уберете да только для распределения слом для нас солома это это деньги мы не решаем вопрос чтобы она там гнила полу гнила и она нас должна дожить до следующего года а еще даже еще год по двудольным после двудольных вы видите видели у нас то есть комбайн у вас не справляются мы приглашали у нас договорах было прописано чтобы новые эти измельчители я лично сами коррегулировал вниз по вашим там подсказкам на на каналах не справляется и мало того что не справляется это еще деньги я могу за тот литр который то вот я могу еще этот литр возместить 2 литра на 1 2 литра на в зависимости как как активно будет если просто распределять вот этим и не использовать вот эти диски вы сильно не разворачиваете они чтобы не ковырять вообще и на амазоне тоже я понимаю как вариант на амазоне тоже было бы вам бы вот это вот то что делал технополь да вот прикатки не хватает вот этой она легенькая смотри она это не сильно большой вес ну сколько тут добавится килограммов там надо на тот агрегат этот вес он не почувствует вот я точно об этом говорю просто и самое главное там кронштейн вот это все очень мощные те два болта значит там как прикатывающее колесо крепится где даже в этом районе и там стоит вот такая мощная рама там не просто то есть мне надо придумать на этой точке сделать смотрите у вас вопрос что что негативного заметили не негативного то что коваль не дорабатывает почему это уже копирование мы значит смотрите передними дисками оба не разрушая структурированную почву то есть сразу попробовали тогда когда надо тогда когда надо нам уже работ мы уже хотим зайти в поле было там налипает по этому чистить и это все мы его снимаем и работаем только вот это вещь только вот этим нас вы стали работать пределена у нас солома распределена вот эта вещь вот эта вещь и что он всех предметов поэтому ему справляться там где больше соломы как бы есть возможно по 2 9 метров нет есть 20 20 22 метра метра по моему да лазовская а вот эти по 10 но саша говорит я только что с ним разговаривал он ретон работает один раз мы работаем один раз и будем работать дело в том что мы убрали несколько раз работать чтобы чтобы справиться соломой но так как у нас сегодня справляется хор справляется соломой достаточно нормально вторая селка водоросстат переделанная справляется нормально с это словом зачем нам ее разбивать не одно это был больше вопрос к александр а я ваше ничего являет не я вашу и понял внутри вот я сейчас я покажу снимок и приедешь петра ивановича заходит первое вот это да и она дает фронт работы маленькой но я понял то есть после большого штрига вы можете зайти смотри вот эту солому которая то она нетронутая она перегорает но осенью она при влаге все-таки становится она есть солома соцельная а если вы ее возьмете уже перегоревшую она забрала всю температуру на себя вы берете в руки что она делает ломается то есть мы до посева солома вся переломана она даже не похожа на солом то есть она уже не при посеве не создает никаких проблем второе мы процентов 30 сорняков все время срывая мы их шевелит мы создаем верхнюю вот этот два-три пальца они пересушены там некий бактерий никого нет это все работает и где присыпало где порвало уже когда пойдет какой-то дождичек мы за один заодно в работу химическую снимаем все поле чистое с это частично обрабатывает от сорняка и перемешивает все сорняки в почве а если на теле ты их не трогаешь они не всходят они входят или зимой или весной то есть улучшаешь условия для прорастания злаковых семян и для минерализации органических веществ особенно соломы то есть микроорганизмы если есть условия начинают работать они же не вылезут на солому эти микроорганизмы второе если вы солому за перемешиваете с почвой то есть бактерии там и так далее это болезнь и все остальное это все тоже почва с ними частично справляется если вы не трогаете болезни и вредители они прогрессе как и сорняки они занимают у нас другая зона если были морозы по 30 градусов то с ними есть правила из бактерий рода так что справится на понятку на 16 градусов